Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. Молоко и чипсы. Воткинский район удивляет достижениями и планами. Какую поддержку гарантировал глава республики? Минус две тонны контрафакта, плюс два вытрезвителя накануне праздников. Новости от полицейских и наркологов. Событийный календарь 2019. Что подготовила республика для туристов? Какие фестивали пропустить не получится? И как оказаться на главном новогоднем шоу республики? Чтобы поздравить всех с Новым годом, расскажем. В Откинском районе планируют построить самую крупную в Приложском округе молочную ферму на 5000 коров и фабрику по производству чипсов. О своих планах жители района рассказали Александру Бричалову. Какую поддержку гарантировал глава республики в ответ, знает Роман Вагинов. Одна из самых продуктивных коров Удмуртии живет в хозяйстве Мир-Воткинского района. Буренка-стрелка в сутки дает около 30 литров молока. Летом она стала победителем в республиканском конкурсе. Высокоудойных животных на этой ферме выращивают вот из таких маленьких, но породистых телят. Мы сейчас ориентируемся на галшинскую породу, потому что у нас уже кровность по галшинской породе более 94-97 процентов по стаду и направление плем репродуктора и планах плем завод. О своих планах сотрудники хозяйства рассказали главе Удмуртии Александру Бричалову. Здесь планируют построить самую большую в Приложском федеральном округе молочную ферму и производить день не 40, а уже 400 тонн ценного продукта. Для этого есть и ресурсы, в том числе на уровне генетики. В хозяйстве одними из первых в стране освоили и активно развивают трансплантацию эмбрионов животных. Занимаемся эмбрионами, пересадками эмбрионов. Имеем лабораторию, одну из пяти в Российской Федерации. И производим за 2018 год мы произвели 75 процентов российского объема эмбрионов. В территории нашей площадки делаются такие уникальные вещи. Здесь же на базе хозяйства занимаются выращиванием картофеля. Объемы большие. В ближайшую пятилетку планируют построить завод по производству чипсов. Об этом руководители мира рассказали Александру Бричалову. Глава региона посоветовал нацелить усилия не только на внутренний рынок, но и на экспорт. В первую очередь Китай. Таким предпринимателям, которые строят амбициозные планы, будет помогать и республика. Мы здесь будем помогать и также по отношению ко всем предпринимателям. Это и специальная программа под субсидирование оборудования нероссийского производства. Вы знаете, что есть программа, но она только под субсидирование дисковых платежей оборудования российского производства. Вы знаете, Сергиевский, Сергиевный предприниматель, который закупил современную доильную аппаратуру, но она импортного производства. Мы тоже такие будем поддерживать. Здесь же, в Откинском районе, глава республики посетил спорткомплекс поселки Новый. Строился объект за счет инвестиций и обошелся в 118 миллионов рублей. Под его крышей разместились просторные залы для игры в баскетбол и волейбол, фитнес-студия и хоккейная коробка. Отличный пример эффективного управления финансами, подметил глава и обратился с резонным вопросом к Минстрою. Почему проекты, которые реализуются за счет бюджета, почти в два раза дороже? Роман Вагинов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Более двух тонн контрафактного алкоголя изъяли в Удмуртии в канун новогодних праздников. Реализовать продукцию намеревался 55-летний житель Воткинска. Подозреваемый задержан. Правоохранители провели 11 обысков. В ходе оперативных мероприятий было изъято 2300 литров коньяка, водки и спирта. Также следствием выясняется, не попала ли продукция с фальшивыми акцизными марками в магазины. Образцы контрафактного алкоголя отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр. Жителю Воткинска грозит до 8 лет тюрьмы. В Ижевске и Сараполе сегодня открыли вытрезвители. Тоже, в общем-то, своевременно. В столице это уже третий по счету кабинет медицинского освидетельствования, а в городе Накаме первый. Как выяснилось, учреждения эти не только для того, чтобы дать убежище тому, кто перебрал. О дополнительных функциях Александр Адемидов расскажет. Просторные кабинеты, широкие окна, новые кушетки. Так выглядит кабинет медицинского освидетельствования в Ижевске. Здесь будут приводить в чувство тех, кто перебрал, и проводить освидетельствование тех, кого задержали полицейские. Для Ижевска это уже третий медведь-резвитель. Он расположен в Ленинском районе. Этот кабинет очень долго ждали сотрудники Ленинского отдела полиции. У нас в Ижевске два кабинета таких. Это Новосковская М642, 10-я под лесом 34. И туда требовали далеко добираться. И теперь вот для Ленинского района подобный кабинет начнет функционировать. Очень ждали такой кабинет в Сарапуле. Для Удмуртии пьяная преступность бич. Снижение идет медленно. В этом году только на 5%. Задача вытрезвителей сделать жизнь безопаснее. Когда мы едем по дороге, и когда рядом с нами пьяный водитель, это угроза жизни нас, наших близких, родных. И угроза жизни этого человека. А вовремя задержанный человек, вовремя определено, что он в состоянии опьянения, это безопасность. Такие кабинеты позволят нам быстрее реагировать. Основная задача не просто наказать человека, что он находится в пьяном виде на улицах или общественных местах. А просто удалить их. Чем больше будет удалено, это может не обязательно сюда на связи. Это может даже, если человек пожилой, сопроводить его до дома. Тем легче будет нашим нарядам на улице, тем спокойнее будут граждане. Сарапольский кабинет медосвидетельствования будет нести не только вытрезвительную миссию. За справками от нарколога жителям города и района не нужно ездить в Ижевск. Еще одну функцию он будет выполнять, это приближение для тех людей, кто является охотниками, держателями оружия. Эти люди смогут проходить свидетельствования и получать справки для получения оружия здесь, именно в Сараполь. А еще в МВД напоминают появление на улице нетрезвым административное правонарушение. Оно карается штрафом и даже арестом на 15 суток. Александр Демидов, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртия открывает свой туристический потенциал. Новые и легендарные туристические маршруты, собранные в специальном событийном календаре. Презентовал его глава региона на Ижевском автомобильном заводе. Почему там, все объяснит Илья Вихарев. Защитные очки на дне открытых дверей автозавода, как горячие пирожки зимой. Без них в цех сварки не пройти. Несмотря на выходной, завод работает в штатном режиме и тысячи посетителей не помеха. Ижевчанам, и гостям столицы Удмуртии показали, как собирают машины. Впечатляет, впечатляет. Порохом у вас, друзья. Все так отлажено, так четко все делают. Прямо молодцы. Гордость даже появилась, что такое производство у нас находится в Ижевске. В день открытых дверей завод посетили 36 тысяч человек. Гости не только оценили производство, но и приняли участие в работе интерактивных выставок. Такие экскурсии уже традиция. Для Ижевской год от года они становятся интереснее и привлекательнее для гостей столицы республики. Для нас это ежегодная традиция. И одна из вещей, которую мы однозначно ценим и будем развивать, это традиция. Потому что рабочий коллектив, он взращивается не за день, не за два. На это нужно потратить годы, может быть даже десятилетия. И в этом отношении Ижевск для нас, наверное, самая идеальная площадка. День открытых дверей – часть направления промышленный туризм, который сегодня активно развивают в Удмуртии. Самые интересные и яркие фестивали, старты и маршруты республика собрала в событийном календаре на 2019 год. Презентовал календарь лично глава региона Александр Бричалов. Уверен, что мы в 2019 году еще не в этом календаре, но мы запустим несколько маршрутов военно-промышленного туризма. У нас по-прежнему... Мы видим существенный рост в туристическом потоке. Этому будет способствовать приходу на авиакомпании Аэрофлот, это будет способствовать новому современному поезду РЖД. Поэтому по-прежнему амбиции, чтобы в Удмуртии стало туристическим прикрытием. Для этого у нас есть возможность, которые есть. Всего календарь включает 22 события, в их числе книжный фестиваль «Читай» и «Жевск», «Всемирный день пельменя», «Праздник Герберг», «Перевозненский засольник», «Межрегиональный фестиваль сказочной герои на родине Толбабая», «Табань-фест» и «Мелодии лета». Будет, что посмотреть и где побывать. Постоянно поднимаются какие-то новые мероприятия. Очень приятно. Мы с детками очень ведем активный образ жизни, ездим на различные мероприятия. Приятно, что в нашем городе, так скажем правильно, развивается туризм. Это очень круто. Составители календаря подсчитали, что общий турпоток уже достиг 752 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. А это значит, что многонациональная Удмуртия становится интереснее не только для гостей, но и в первую очередь для самих ее жителей. Илья Вихарев, Роман Вагинов, Василий Хохорьков, телеканал «Моя Удмуртия». Ашарканский район способен удивить гостей из дальнего зарубежья, особенно гурманов, потому что именно в этом районе каждое лето проводят кулинарный фестиваль, который стал визитной карточкой всей республики и оказался в туристических путеводителях по Удмуртии. Вы еще не знаете? Тогда Дмитрий Вороновин расскажет, что такое «Бык-бык». ПОЮТ НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ Пожалуй, так эмоционально поют удмуртские песни и презентуют национальный колорит только в Старых Быгах, в Центре Удмуртской культуры. Пять лет назад местные раскрутили вкусный фестиваль «Бык-бык», чтобы сразиться в кулинарном поединке, в Удмуртскую деревню приезжают коми, татары, башкиры, эстонцы. Первый год к нам приезжала делегация из Эстонии на большом автобусе во главе с кулинаром, эстонским тауно-ласиком. Они удивили нас, они удивили весь народ, который приехал на фестиваль «Бык-бык», потому что своими блюдами, своими эстонскими перепелками, своими сырами, своей продукцией, то, как они готовили, то, насколько быстро они готовили. «Бык-бык» – это не только кулинарные батлы. Участники и танцуют, и поют, и исключительно в стиле этно. В пятый фестивальный год в «Быгах» впервые запустили конкурс национальной современной музыки. В этом конкурсе были номинации и рок-исполнителей, рок-музыканты, и рэп-исполнители. Но было очень интересно и весело перед самой дискотекой, в вечернее время, послушать живую музыку в такой атмосфере, в деревенской, конечно же, большой эффект произвёл впечатление хорошее. Подготовка к новому фестивалю уже в разгаре. Тем более, что популярный кулинарный поединок теперь в главном событийном календаре Удмуртии на будущий год. «Мы очень рады, что фестиваль финно-угорской кухни «Бык-бык» попал в событийный календарь Удмуртской республики. В числе не многих в этом году 17 событий попало в календарь. И вот сейчас уже очень бурно мы начали готовиться к фестивалю. Первый шаг, наверное, это то, что провели уже первый оргкомитет внутри деревни». Шарканский район – один из лидеров продвижения туризма. Только на «Бык-бык» в маленькую деревню приезжают сотни любителей национальной кухни со всей страны и зарубежья. А в Ижевске может появиться памятник героям Трудового фронта. Идею выдвинула инициативная группа, в составе которой создатель легендарного пистолета Владимир Ерыгин. Они подали заявку на участие в проекте «Культурный след». Это всероссийский конкурс новых достопримечательностей. Подано свыше 200 заявок практически со всех регионов страны. Наша идея – установить памятник в так называемом магистрском сквере ИЖГТУ. «Идея их в том, чтобы сделать макет, сделать мальчика по фотографиям того времени Великой Отечественной войны, который стоит на стульчике, потому что не дотягивался еще до станков, и который сооружает будущее оружие». Чтобы поддержать проект из Удмуртии, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и проголосовать. Наш проект уже на пятом месте рейтинга. Голосование продлится до 1 февраля. А проекты, вошедшие в топ-10, получат более пристальное внимание конкурсной комиссии. Еще одной новогодней площадкой больше. В столице праздник можно отметить в открытом саду. Это нестандартное городское пространство, известно тем, что не развлекает в привычном смысле этого слова, а предлагает людям самим включиться в процесс подготовки праздника. «Наша задача не столько придумать что-то, на что горожане придут посмотреть, а наоборот вовлекать всех, кто хотел бы сделать что-нибудь приятное для города в этом сквере. Поэтому провести время не только приятно, но и полезно. Принести частичку Нового года с собой к себе домой. Ну и, собственно говоря, почувствовать новогоднее настроение, которое мы планируем здесь генерировать в масштабах всего города». Ижевчанам предложено самим украсить в сквере новогодние ели. Их здесь сразу четыре. Украшать уже приходят целыми семьями. Все игрушки и гирлянды сделаны своими руками. В открытом саду пройдет новогодняя экоакция «Разделяйка». Каждому празднику здесь будут сопутствовать свои фишки. Новому году дискотека «Маскарад», Рождеству «Квесты», Старому Новому году гуляния с колядками и гаданиями. В Национальной библиотеке к Новому году подготовили свой подарок. Обновили сенсорную комнату, новое оборудование на средства гранта. Специально закупили для своих особенных маленьких посетителей. Подробности у Оксаны Худяковой. Давайте улыбнемся друг к другу. Поводов для улыбок у первоклассников 53-й Ижевской школы великое множество. Они стали первыми посетителями обновленной сенсорной комнаты в Национальной библиотеке. Здесь можно трогать все. Библиотека на Гранд-институте имени Гёта приобрела так необходимое здесь оборудование. Для детей, которые плохо видят или не видят вообще. Например, вот этот стол для песочной терапии. Здесь можно, например, рисовать, потому что есть подсветка получается. Также можно здесь работать с ориентировкой в пространстве. Взрывать предметы в песочек, чтобы дети находили эти предметы. За этим своеобразным уроком презентации внимательно наблюдают родители. Василия Абашева здесь в библиотеке первый раз. Увидев, с каким интересом всё изучает её сын Марат, решила, теперь будут здесь с постоянными посетителями. Очень понравилось. Предложили, вот сейчас вот нам прошурку показали, предложили приходить сюда на занятия, заниматься с учителем, с педагогом. Сенсорную комнату в библиотеке организовали три года назад. Тогда посетителей было всего около полусотни. Сегодня более 200 детей, имеющие проблемы со зрением, приходят сюда на развивающие занятия. Причём едут не только со всего Ижевска, но и со всей республики. Двери вот нашей этой комнаты открыты, абсолютно бесплатные. И методическая литература для родителей, и методическая литература для педагогов, для студентов. Дети у нас здесь спокойно могут находиться с 10 до 8 вечера. Причём субботу у нас тоже рабочий день. Комнату в библиотеке постоянно совершенствуют, причём в том числе и собственными разработками, адаптируя детские развивающие игры под своих особенных посетителей. Например, при помощи этих колокольчиков с надписями на шрифте Брайля можно осваивать нотную грамоту. А на таком планшете теперь может скопировать рисунок любой ребёнок. Мне понравились шарики с ручкой, где можно делать фигурки, домики. В библиотеке уже строят планы, как и чем наполнить эту комнату, и надеются, в этом деле у них найдётся ещё немало помощников. Оксана Халикова, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». А вы хотите поздравить всю республику с Новым годом и потом услышать и увидеть это поздравление под бой курантов? Тогда мы приглашаем вас на новогоднее телекатание. Завтра в 17.00 встречаемся на катке «Динамо». Вот так мы сделали это в прошлом году. Наш «Голубой огонёк» на одном катке собрал много известных персон и обычных горожан. У всех желающих была возможность сделать классные фотографии для своих страничек в соцсетях. Ну и главное – рассказать о достижениях уходящего года и пожелать всем удачи в новом. В этот раз на нашем телекатании тоже ожидается много знаменитых гостей, музыкальных коллективов и без символа наступающего года тоже не обойдётся. Итак, запись главного новогоднего шоу «Удмуртия» начнётся в 17.00, а трансляция программы – в новогодний вечер перед традиционным поздравлением президента. Вход на каток свободный. На этом у нас всё. Удачи вам и до встречи.